Всем привет, мои дорогие! Меня зовут Юля, если вы новичок на этом канале, добро пожаловать! И в этом видео я хочу поделиться своими рецептами, как быть наполненной и счастливой. И первое, что мне всегда помогает, когда я не в духе, когда ресурса во мне уже почти не осталось, это, конечно же, заземление. Походить босиком по траве, по песку, поперебирать какие-то листочки, камушки, веточки, выключить телефон и законнектиться с природой и самой собой. Это всегда мой шаг номер один, работает 100%. Конечно же, на этом мой ритуал не заканчивается, мы переходим к следующему пункту. Дальше, мне кажется, очень важным уделить время телу. И это, конечно же, могут быть какие-то процедуры. Возможно, вы сделаете себе скраб или обмажетесь маслом, каким-то любимым лосьоном. Я люблю набирать ванну красиво, выставлять свечи, цветы, создавать приятную атмосферу, включать музыку рейки или еще какую-то расслабляющую мелодию. В последнее время мне очень нравится пользоваться скрабом от Clorans. Он очень деликатно отшелушивает мертвые кусочки кожи. Правильно я сказала? Ага, мертвые кусочки кожи. Так говорят? Ну, вы поняли, что я имею в виду. После него кожа становится очень мягкой, а если потом я еще наношу сверху масло для душа от Clorans и смываю его, кожа становится напитанная, увлажненная и слегка блестит. Эффект вау. Особенно летом на загорелые ножки. Из той же серии мне еще Clorans подарили масло для лица. Я им пользуюсь уже на протяжении трех недель. И мне нравится с ним делать именно массаж лица. Я использую свою щетку Forel Luna, наношу масло на лицо, и щетка начинает скользить мягко. Такой массаж помогает бороться с мимическими морщинами. И в целом это такая альтернатива салонному массажу лица, который вы можете делать в домашних условиях. Я это дело очень люблю. Если у меня вдруг появляются полосочки на лбу, несколько раз сделать такой массаж, и их нет. Мне кажется, очень важно уделить внимание своему телу, своему мозгу и своей душе. И не пропустить ни один из этих пунктов. И когда дело доходит до души, мне кажется, самое эффективное, что мы можем сделать, это практика благодарности. Можно просто взять листочек и написать список того, за что вы сегодня благодарны. Вы можете благодарить за что угодно. За свое здоровье, за своих близких, за свой уютный дом, за чувство безопасности, за приключения, за друзей, за улыбки, за то, что у вас дома красивые подушки. Сразу окажетесь на высоких вибрациях, и ваше состояние изменится моментально. Следующий пункт, это физическая нагрузка. Стойте, стойте, не выключайте видео. Я не говорю о том, что вам нужно пойти в зал, начать заниматься железом, или бегать часами вокруг дома. Нет, просто дайте своему телу комфортную нагрузку. Все, что вам нравится. Может быть, это будет просто несколько любимых упражнений. Какая-то элементарная зарядка. 10-15 минутное видео по йоге. Я вам оставлю под этим видео в описании свои любимые ролики, которые будут у вас в доступе на ютубе абсолютно бесплатно. Может быть, вы захотите попробовать. Шестой пункт, это прогулка в одиночестве. Выключить гаджеты, выключить музыку, выключить поток ненужных мыслей и сфокусироваться на моменте. Дышать полной грудью, дышать животом. Это когда вы вдыхаете, а живот ваш округляется. Выдыхаете, живот назад уходит. Вдыхаете, округляется. В общем, живот ваш должен двигаться. Не грудная клетка, а живот. Это и есть дыхание животом. Если вы будете это делать медленно, то вы прямо почувствуете разницу. Кстати, это еще очень хорошо сказывается на талии. И если дело близится к вечеру, мне очень нравится открыть окна, проветрить спадню, поменять постельное белье, навести порядок, чтобы мне приятно было находиться в этой комнате. Взять сборник любимых стихов. Как правило, это Вера Полоскова. Или просто включить музыку приятную, не которая меня будет составлять грузиться, а именно приятную, легкую, расслабляющую музыку. И просто лежать и кайфовать. Мне это всегда помогает вернуться в себя. И следующий пункт это рисование. Для меня это способ порадовать своего внутреннего ребенка, немножко отключиться от всех своих забот и побыть в моменте. Я люблю рисовать акварелью. Возможно, вы любите вышивать или играть на пианино. Все это отлично подойдет. Когда дело касается еды, в такие периоды особенно важно выбирать полезную и вкусную пищу. Например, если я съем макароны с тем же соусом, я знаю, что я буду чувствовать себя довольно тяжело. В такой период я предпочитаю воздерживаться от тяжелой пищи и выбирать что-то более легкое и полезное. Например, салат со свежими овощами. К счастью, сейчас лето и выбор у нас большой. И последнее. Я этим делилась с вами в одном из последних влогов, но вдруг вы не смотрели. Написать список желаний. Просто список того, что вам хочется сделать. Может быть, это будет, не знаю, устроить пикник в парке. Да? Или покататься на велосипедах всей семьей. Может быть, вы хотите попробовать на себе какой-то новый образ. Или перекрасить стены во всей комнате. Что угодно, что вас вдохновляет, зажигает. То, что вы хотите осуществить, напишите это на листок бумаги. Загляните в этот список через 2-3 месяца, и вы удивитесь, сколько всего на самом деле уже исполнилось. И это будет еще один повод добавить пункт в свой список благодарностей. Буду ждать вашу обратную связь. Если хотите обсудить какие-то конкретные темы из этой серии, то, пожалуйста, пишите в комментариях. Будет очень интересно почитать. Желаю вам всем прекрасного лета. О, лета? Как будто прощаюсь. Нет, я желаю вам просто прекрасного дня. До встречи в новых видео. С вами была Юля. Подписывайтесь на мой канал. И пока-пока.